Я вас процитирую. Вася начал открывать мне наивную жизнь. Стал водить по друзьям, а на столе везде водка. Я попала в компанию, где считалось хорошим тоном выпивать, курить, а потом чайниками глотать ячменный кофе и бежать на занятия. Это вообще витя. Шукшин и меня всему этому учил. До него я и глотка водки не попробовала, ведь у нас в доме алкоголя не держали. Что в пьяном состоянии он делал? Вот что он вытворял? Он много чего делал в пьяном. Он буянил, он кричал, ругался. У него интересная какая-то... Я даже не знаю, как это назвать. Вот он, когда пил с мужиками, с друзьями, это был один Шукшин. Когда он пьяный приходил ко мне, это был совсем другой Шукшин. Там он говорил о России, о женщинах, о вещах очень... О глобальном. О глобальном. Когда он приходил ко мне, он вспоминал все матерные слова, которые в мой адрес шли. Непонятно вообще, почему. Потому что я всегда поражалась. Думаю, ну вот буду сидеть тихо-тихо, вот ничего не буду говорить. Но все равно какая-то зацепка находилась. Все равно у нас происходил скандал. Потом на другой день он мне говорил, ну дурак, ну дурак. А может, ты меня спровоцировала? А может быть, это ты что-то сказала? И я вот так и не знаю, то ли он играл, то ли он на мне показывал какие-то свои садомазохистские вещи, то ли он видел, как я его боялась и как я дрожала. Ой, я его вот первые года два, для меня это мука была. Я его так боялась. Причем я просто боялась физически его. Дима, это... Мне кажется, он даже и не помнил, что он делал. Потому что у него почему-то по отношению ко мне какие-то боксерские вещи просыпались. Он почему-то, как этот вот Мухаммед Али, прыгал бабочкой по рингу. Вот так он по квартире прыгал, и я от него бегала по всем углам, и он все время пытался меня достать нокаутом. Это же ужас какой-то. Это вот кому рассказать, вот если заснять эти вещи, это вот то, что я выдержала. Я вот потом, когда смотрю фильмы о пьяных мужиках, вот что они вытворяют, я думаю, боже мой, я еще не то вытерпела. А кому рассказать?